Сейчас служение на проекте «Пища жизни» отнимает основное мое время, поэтому вне служения я просто сплю. В настоящий момент все силы я отдаю этому, потому что идет война, и просто некогда другим заниматься. Она отнимает все усилия. Но это мой дом, я здесь родился, я здесь живу. И как бы я не вижу для себя другого занятия на данный момент, потому что эту ситуацию, которая происходит, ее надо как-то решать. Если бежать от этого и не участвовать в этом, то мы никогда не придем к чему и не к миру и не закончим это все. Участвую в раздачах постоянно. Езжу в Волноваху, в Мариуполь. Нуждающихся там очень много, люди остались без жилья. Я и сам без жилья уже год. Проект «Пища жизни» приютил меня, выделили мне койко-место. Вот мое жилье пострадало, также в результате обстрела. Месяц, на улице мороз, окон нет, одеяло и постоянные непрекращающиеся обстрелы. Под обстрелы попадали? Много раз. Какие-то моменты такие? Страшно. Страшно было? Страшно. Не буду скрывать, это страшно. Есть большая усталость от того, что по-настоящему много работы. Но в то же время ее надо делать. Люди, которые здесь, мои коллеги, мои товарищи, мои друзья, они готовы эту работу выполнять. Это все героические люди. Что тут еще сказать? Главная миссия заключается в том, чтобы показать людям, что люди должны и могут друг другу помогать. Если мы не будем друг друга поддерживать, нам не выжить. Ну, война, прежде всего, меняет полностью. Когда ты попадаешь на нее, на войну, она полностью меняет твое отношение к жизни и вообще всю мировосприятие. Мир переворачивается с ног на голову, и многие вещи, о которых ты не задумывался, а просто жил и не пользовался, принимал или нет, они начинают выглядеть совершенно по-другому. Война – это беда, ее надо заканчивать. И заканчивать как можно скорее. В войне всегда победителей нет, только проигравшие, только пострадавшие, искалеченные люди, судьбы. Но это жуткое дело. Мне очень жаль, что у меня дома, на моей земле идет война, я никогда в жизни не мог даже положить такого. Эти люди, они нуждаются в помощи, потому что они реально пострадали. Многих убили, ранили, они потеряли родственников, многие пропали без вести. Люди потеряли жилье, потеряли имущество, живут бог кто где, кто в подвале, кто в сарае. И эти женщины, старики, которые прожили жизнь и на закате дней своих оказались в таком ужасающем положении. Они, конечно, вызывают чувство сострадания. Чтобы быть человеком, нужно уметь совершать человеческие дела, человеческие поступки. Чтобы их совершать, надо хотя бы раз взять их попробовать. Просто идти и делать. И волонтеры нужны. Волонтеры нужны, они нужны везде. Не только служение, кормление людей. Они нужны во всех сферах, здесь нужны. Это очень-очень хорошее дело.